Добрый день! Вы смотрите канал Рыбовод. В этом видео буду показывать свой поход по острову Джарелгач. Поход мы идем вдвоем с моим братом Валерой. Это я. Мы находимся в городе Скадовск. Приехали сегодня ночью в три часа с маршруткой с Кривого Рога. Ждем пока будет катер отходить. Сегодня вроде бы последний день отходит катер, поэтому попали именно сегодня. Вот такой товарищ Скадовский Сергей Балтазарович. Вроде бы основатель этого города, памятник. Вот такая достопримечательность города. Сидим, ждем катера. Ночью прохладно, поодевали флиски. В общем, сейчас будем выдвигаться на пирс. Смотреть, когда там катер отправляется. В общем, рюкзачки у нас не тяжелые. На этот раз у меня 20 килограмм. 22. У Валеры где-то килограмм 13. То есть мы налегке. Ну, с палаткой, там со спальниками. Планируем пройти за три дня тремя ночевками. В общем, будем идти сейчас смотреть, во сколько отправляется катер. Вот наш катер, который повезет нас на остров. 8.30. Отчаливаем, как нам сказали. Билет 160 гривен. Ну, в принципе, мы так и рассчитывали. В общем, ждем 8.30. Пока ожидаем отхода нашего катера. Время его отправления решил показать. Вот остров Джерлаач. Так выглядит из пляжа Скадовского. Вот он там где-то слева начинается. И вот так тянется, видно отдельные деревья. Но камера мобилки их не возьмет. Максимальное приближение включил. Вот там где-то лазурное. Видно ветряки. Три штуки белых больших. Но камера опять таких их не захватит. Эти ветряки видно с лазурного. Вот как-то так. Вот это нам предстоит за три дня пройти. Селись на катер. Ждем отправления. Тут медуз куча плавает. Все, подчалили. Минут через сорок будем на острове. Подплываем к берегу. Видно маяки старый и новый. Вот. В далеке пирс. Ехали чуть-чуть больше часа. Заплатили мы в одну сторону 80 рублей. Нам повезло. Не 160, как говорили, а 83. В общем, сейчас будем высаживаться. Все, причалили к пирсу. К этому бетонному. Водичка прозрачная. Как стекло. Вот такая. Видно все рыбки там плавают. Изредка. Вот сами маяки. А с той стороны уже открытое море. Купаются люди. В общем, выходим на берег. Вышли к открытому морю. Вот оно. С этой стороны пляж. Тут всякие шезланги. Навесы. Люди тут только приехали тоже. Некоторые тут ночевали в палатках. В общем, сейчас, наверное, разуемся. Пойдем босиком на маячок набирать воду. И пойдем дальше. Пока будем идти, вода нагреется. Будет припекать. Санем где-то покупаемся. В общем, будем посмотреть. Вот маяки во всей красе. Старый, который как бы спланировал вроде бы Эйфель. Или его ученик. Этот новый маяк. Вот они рядом вместе стоят. В общем, движемся в сторону. Тут где-то артезианская скважина есть. Сейчас будем набирать водичку. На улице не жарко. Так себе нормально. Идем. Наслаждаемся морем. Хотя мы уже ехали целый час на катере им наслаждались. Но теперь идем пешком наслаждаемся. А Валера сзади. Вот и вода бежит. Вроде как с артезианской скважины. Сейчас будем набирать. И нам ее должно хватить до середины острова. А там будем набирать у монаха. То есть мы будем набирать по 6 литров. Каждый будет нести с собой воды. Думаю хватит с головой. Время 10.35. Набрали воды. И начинаем движение. Как раз по прибойной полосе будем идти. Будем смотреть с какой скоростью продвигаемся. Геотрекер я включил. В общем он там все считает. Записывает. Показывает. Я просто для себя чтобы знать с какой скоростью как мы идем. Так тут ничего сложного нет. Давно уже известно что тут 42-43 километра до Лазурного. Поэтому. Поэтому. Поэтому направляемся туда. Вот. Сейчас зайдем за ту косу. Которая вон. Видно край. Или может не зайдем. Дойдем туда дальше. Дойдем тенек. Сядем. Заварим чай. Попьем. В общем отошли от маяков уже на полтора километра. Идем по прибойной полосе. Идем в тапочках на босу ногу. Ну вроде бы нормально. Потому что по сухому песку идти ноги вгрузают сильно. Быстро устаешь. А так по мокрому утоптаному слежаному песку удобно идти. Поэтому. Идем. Смотрим как оно. Потому что идти еще довольно таки немало. Чтобы не убить ноги заблаговременно. Сейчас дойдем до той косы. Где-то там тенек будем искать. Будем чай заваривать. В общем. Первое чаепитие будем наше устраивать. Отошли 4 километра от маяка. Решили сделать первый привал. Жарко потому что. Тай чай пора попить. Еще чаю не пили. Вот. Сейчас заварим чаю. Попьем. Посидим отдохнем. Наверное может быть в море искупаемся. Не может быть. Искупаемся. Искупаемся обязательно. Узнавали у отдыхающих. Там которые остались возле маяка. Говорят что под палатки место абсолютно бесплатно. Никто денег не берет. Все нормально. В общем люди отдыхают. Все хорошо. Мы сейчас будем заваривать чай. В общем искупались мы в море. Потому что подумали как это. Когда приехали к морю. И только. И только. Вот. Еще не искупались. В общем решили искупаться. Все. Сейчас будем пить чай. Хочу показать. Купил я горелку. И баллончик. Вот. Горелка вот такая. Которая. Ножки по кругу раздвигаются. Китайская. Отдал я за нее 190 гривен. Хочу предупредить. Не покупайте такую гадость никогда. Лучше купите пингвин там. Или трамп. Или еще что-то. Потому что сделана паршиво. Вся косая. Вся кривая. Ножки в разные стороны. В общем. Выставить. Выставить чашку. Очень тяжело. Чтобы она не перекошенная была. В общем. Недоволен этой горелкой. Ну ничего. Будет урок на будущее. Сейчас будем. Проверять. За сколько закипит. И 700 грамм воды у нас. В общем. Вода закипела. Почти. За 9 минут. Так что. Не верьте. Сказкам. О том. Что. Эта горелка. Закипает. Литр воды. Закипячивает. Литр воды. За 4 минуты. Это все сказки. Это может быть. Хорошая горелка. Хорошей фирмы. С хорошей ценой. Но не такая. В общем. Сейчас будем заваривать чай. Прошли километров 5 от маяка. А тут говорят. Лесник. Лесничество. Находится. Такой домик. Вот. Лесник. Что-то там на пляже построено. Сейчас пойдем посмотрим. Что там такое. Вот. Такие навесы стоят. Вот. И там дальше строят. Наверное для отдыхающих. Вот. Вот. Как-то так. Это возле лесника. Короче. Иду босиком. Гораздо удобнее. Не надо отходить от воды, когда волна подливает. Вообще. И ногам прохладно. И приятно идти. Тапки в руках несу. Иду. Наслаждаюсь. Морскими пейзажами. Вот. Пол второго дня. На улице не жарко. Нормально. В общем. Полотка отличная. Идем по берегу. Босиком. Вот. Ноги охлаждаются. В общем. Все хорошо. Солнышко светит. Не жарит. А именно светит. Идем не спеша. Останавливаемся. Купаемся. Отдыхаем. Идем дальше. Планируем с тремя ночевками. Пройти остров. Можно было бы и быстрее. Но. Как бы. Время и есть. Поэтому. Планируем так. В общем. По ходу движения. Обнаружили такой заливчик. Пришли мы оттуда вон. И вот такой залив. Глухой. Там тупик. И тут. Кишела рыбы с током мелкой. Что. Не знаю. Кефаль. Что это. Рыба. Полосатая. Хотели споймать. Я сеточку с собой брал. Где-то двадцаточку. Или тридцаточку. Или двадцатьяточку. Но она плавает. Видно. Вон. В общем. Она до сих пор тут плавает. В общем. Рыба. Рыба. В эту сетку не застряет. Не объячеивается. Потому что. Сетка крупновато для нее. Вон. Видно. Ну что ж. Не получилось. Значит. Не получилось. А можно было бы засолить. До вечера. По вечерам повесить. Сушить ее. Вялить. Она до утра уже была бы нормальная. Она небольшая. Быстро высохла. Интересно было попробовать. Морскую рыбку. Вяреную. Ладно. В общем. Идем дальше. Прошли одиннадцать с половиной километров. Сколько там время уже. В общем. Пройдем еще два с половиной километра. Сейчас в ту сторону пройдем. Будем искать место на стоянку. Сварим чего-нибудь горяченького. Чай заварим. Поплаваем. В общем. Будем полноценно отдыхать. Идем дальше. Тут такое место интересное. Где-то столбики забиты. Наверное, на навес хотели сделать. А этот навес уже готовый какой-то. Тут никого не видно. Наверное, какую-то тут зону отдыха хотели сделать. Небольшую. В общем. Что-то непонятное. Лето уже закончилось. То есть отдыхающих нет. Уже никто не приезжает сюда. Никого не привозят. Потому что наплыва нет отдыхающих. Даже. Даже стоит мусорный бак. И написано. На нем кабаны не свиньи. Вот так. А мы двигаемся дальше. Километра два. Еще и будем заземляться. Все. Прошли сегодня 14 километров. План выполнили. В палатку поставили. Везде песок. С песком осторожно надо. Выложили все на простынь. А оно там вдалеке два оленя спасется. Вон. Не знаю. Видно? Не видно. Опа. Голову поднял один. И второй поднял. Сюда. Сюда. О. Да. Оно видно. Старая башня. Наблюдательная. Уже перекошенная. Ну это ж заповедник. Поэтому тут смотрят. За всем наблюдают. Олени на нас смотрят внимательно. Мы так замахались топать. Что сейчас пойдем купаться. И ляжем поваляемся немножко. Потом станем чай заварим. Там что-нибудь заварганим. В общем. Будем отдыхать. Мы заслужили полноценный отдых сегодня. Вполне. Точнее говоря. Чуть-чуть ветерок поднялся. Но не сильно. Волна такая себе. Небольшая. В общем. Все отлично. Идем в базу. В общем говоря. Закончился первый день нашего похода. Как я уже говорил. Прошли мы за сегодня. У меня от маяка 14 километров. Уже сейчас начинает темнеть. Встает прохладно. Ну. Палатка уже готова. Все расстелено. В общем. Будем мы сейчас ложиться в баенки. Потому что уставшие. Чуть-чуть легли кеморнули. Ну. Как бы. Во-первых. Мы же не спали. В предыдущую ночь. Потому что если ехали в маршрутке. Не толком. Не поспишь. Там трясет. Дорога никакая. Вообще. Там пол дороги ползли. Километров 30. Час. В общем. Довольно таки быстро доехали. Во сколько мы выехали. В 9 вечера. Пока пособирали. По городу. Всех. Желающих. Желающих. На море. У которых было уже немного. Все таки. Сентябрь месяц. В общем. В 9. Ну. В 10. Выехали с города. В 3 часа были уже. В Скадовске. Ну. В общем. Воды мы выпили за сегодня вдвоем. Начиная от маяка. От начала похода. Где артезианская скважина. Выпили воды. Сейчас скажу. 3 литра выпили. Да. 3 литра. Не больше. Ну. Это потому что не жарко. Мы шли так умеренно. Ну. Хотя. По песку. Я скажу. Тяжеловато идти. Даже по полосе прибоя. Потому что. Не всегда равномерно. Плотный песок. А. Идешь же с рюкзаком. Двадцаточка за спиной. Ну. У меня 22 или 23 было. Потому что с водой. Идешь. Проваливайся. В общем. Нога. Когда убирается в песок. И под. Неправильным углом грузает. То есть. Ну. Работают совсем другие мышцы. Очень тяжело. Нога быстро устает. Когда переходишь с полосы прибоя. На сухой песок. Вот. На вот такой. Вот. То идти вообще тяжело. Эта скорость. Три раза падает. Как минимум. Ну. С рюкзаком. Я имею ввиду. Тут бегало очень много оленей. Даже. С рогами олень. Ну. Такие рога. Большие были. Бараны. С закрученными рогами бегали. Толстые рога. В общем. В общем. Как-то так. В общем. Все. Первая ночь нашего похода. Наступает. Закончился первый день. Будем ложиться спать. Наступает. Первая ночь прошла нормально. Тихо. Спокойно. Не замерзли. Даже. Как бы жарковато было. Ну. Я спал. В этом. В термобелье. Валера тоже. Ну. Палатка. Снутри конечно. Вся в конденсате. Ну. Прохладно ночью было. В общем. Снаружи роса выпала сильная. Снутри конденсат. В общем. Мокрая она с двух сторон была. Мы вот так и спали. С открытыми тамбурами. Сетки стояли. То есть открытые входы были. Море спокойное. Но мутное. Медуз очень много. Надеялся поплавать. Понырять. Рапанов найти. Ну. Не хочется до этих медуз как-то лезть. Может немного позже. Ну. И плохо видно дно. Потому что море мутное. Оставил я шорты на ночь. На этом. На дереве. Как-то и подозревал что будет роса. Но не думал что настолько. Палатка вот до сих пор от росы мокрая. Видно. Проснулся я где-то часов в шесть. Ворочался. 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 Не знаю. Вставать не хотелось. Думаю полежу отдохну. Ну. Во времени же не ограниченный. Как бы. В общем. Вылезли всем с чем-то из палатки. Пошли искупались в море. Сейчас заварили себе мивины. Чай заваривается. Сейчас поедим и будем выдвигаться. Когда шли сюда. Километров десять от маяка отошли. Встретили. Это вчера было. Встретили мужчину. С маленькой девочкой. Лет трех-четырех. И больше никого не было. Видать их на катере вывезли. Они стояли на берегу. Наслаждались морским пейзажем. Там девочка бегала гулялась. Я так понял. Они заказали катер. Выехали. Стояли. Отдыхали. Ну. Катера иногда проплывают. Так. Безлюдно. В общем. Нормально. В принципе все. Сейчас поедим. Будем выдвигаться дальше. Время. Без пяти десять. Собрались потихоньку. Неспеша. Долго собирались. Потому что песок. Старались все аккуратно. Вытрушивать. Песок. Если куда-то попадет. То это сложно с ним. В общем. После нас порядок. Все. Будем выдвигаться. Упал мой рюкзачок. Неустойчиво стоял. Ладно. Будем идти. Вот наше место. Где мы стояли под тем деревом. Вон. Вот там палатка. Такой пляжик. Неплохой. Чистый. Ну. Попадаются. Остатки. Цивилизации. Смотрите. Там. Бутылок. Веревок. Непонятно чего. Мы двигаемся дальше. Вышли без. Без. Без двух. Без трех минут. Десять. Как раз нормально. Идем. Спокойно. Через десять километров. Приблизительно. Надеемся. Надеемся. Дойти. До монаха. Там у нас будет. Пополнение воды. Резервная. Как я говорил. За вчерашний день. Мы. Израсходовали. Начиная от маяка. Три литра воды. Ну. Как бы. Я считаю. Это очень даже немного. Это благодаря тому. Что. Не жарко. Было. Как бы. Не знаю. Нормально. Хватило. На три литра воды. С утра. Конечно. Сегодня. Заварили. Чай. Это. Грамм. 350. Воды. Заварили. Мивину. Ну. Там. По глоточку. Воды. Выпили. Ну. Там. Это. Не больше. Литра. Всяком случае. Пить. Не хочется. Абсолютно. Потому. Что. Не жарко. В общем. Продолжаем. Наше движение. Вот. Примерно. Километр. Отошли. От. Нашей. Стоянки. Первой. И. Обнаружили. Остатки. От. Так. Сказать. Деятельности. Человеческой цивилизации. Странное сочетание. Детская машинка. И. Водка. Перепелка. Карпаттская. Ну. И. Труба. Какая-то. Торчит. Что за труба. Непонятно. Какая-то. Ну. Пластиковая. В общем. Пластиковая труба. Вынесла их сюда. Или как. Не знаю. Но. Все лежит. Это. В куче. Вместе. В общем. Здесь. Люди. Бывали. И не раз. Понятно. Ну. Еще. Какая-то. Железяка. Лежит. Какой-то. Диск. Тоже. Непонятно. Что-то такое. Ну. Ладно. В общем. Идем дальше. Потихоньку. Все время. Босиком. Идем. Босиком. Удобно. Просто. Если. Идти. В тапочках. Рано или поздно. Попадает. Песок. Сверху. На ногу. И между тапочками. И натирает. И натирает. Вот. Косточку. Не косточку. В этом месте. Где тапок. Вот. Прикасается. Вот. Здесь. Поэтому. Идем. Босиком. И любуемся. Морем. Вот. В этом месте. Интересно. Обнаружили. Такие. Два яруса. Вот. Один ярус. Как. Прибой. Был. А вот. Дальше. Второй ярус. Точно. Такой же. Непонятно. Что. Такое ощущение. Что. Уровень моря. Поднимался. Опускался. А прибой. Вот. Сейчас. Здесь. Как. Третий ярус. Это. Первый ярус. Второй ярус. Третий ярус. Не знаю. Просто. Интересное. Такое место. Решил снять. Показать. Тут. Тоже. Люди. Были. Десятилитровая. Баклага. Стоит. Отдыхали. Наверное. Привезли. Сюда. На катере. Потому что. Такое. На себе. Припереть. Это. Уже. Не очень. Интересно. Вот. Нашли. Очки. Лежат. Какие-то. Кто-то. Потерял. Или. Выбросил. Подушки. Нет. Да. Выбросил. Кто-то. Ну. Мог бы. Куда-то. Подальше. Выбросить. В кусты. Потому что. По берегу. Люди. В основном. И ходят. Можно. Порезаться. Как-то. Не знаю. Сейчас. Выброшу. Пойдем. Дальше. Вот. Сошли. Вдоль моря. Заметили. Такую. Палку. С гвоздями. Прямо. Как. Грабли. Не дай бог. Кто-нибудь. Наступит. Ну. Бросать ее. Дальше. Смысла нет. Я ее. Воткнул. Так. Чтобы ее было видно. Чтобы никто не наступил. А вот. Интересная вещь. Самый настоящий. Бамбук. Как. Как. Моя нога толщиной. Вот. Вот такой. Сколько омлет не знаю. Что-то гром. Ешки палки. Прямо. Такого. Сынка. Вот. Такого. Сынка. Ладно. Включаю. Не знаю. Видно или нет. Вон там. Спереди. Где деревья. Мы издалека уже заметили. Какое-то сияние. Такое. Светлое небо. Такое. Оно еле-еле заметное. Но как-то. Что-то такое. Как сияние. Сияет там. Может это просто просвет в облаках. Может там показалось. Ну. Сияние видно. Сейчас подойдем ближе. Может что-то интересное обнаружим. А вот на той стороне. Хорошо видно Скадовск. Дома там высокие. Многоэтажные. Ну. Я не знаю. Какая здесь ширина. Километра 2-3. Этого острова. Ну. Это где-то. Километров 6-7. Отсюда Скадовск. Примерно. Ну. Это кажется. Может и больше. Может и все 10. Нет. Вряд ли. Километров 6-7-8. Надо по гугл земле. Посмотреть. Померить. расстояние вот так вот видно отсюда скадовск мы идем туда сияние видно как-то интересно она сияет так вроде бы лампа какая-то светится из-под низа и белое-белое сияние бело-голубое непонятно интересно что ж там такое вот здесь есть такой участок примерно чуть-чуть не доходя середины это 18 километров от маяков примерно чистое поле абсолютно чистое здесь ни одного деревца нету вот откуда мы пришли здесь как раз такой обрыв интересный небольшой где-то с метр скадовск видно полностью но просто на обрыв вылазить не охота с рюкзаком там какие-то люди вон спереди на пляже минут через пять как раз к ним подойдем узнаем кто они такие а вот тут такой заливчик вода черная гнилая это водоросли к берегу прибивает подмершие они здесь начинают перегнивать в общем такие заливы получаются заливчик небольшой а дальше море там ширина метров 5-6 полосы песка вот так заливчик выглядит здесь уже жабурыня плавает всякое такое непонятное вот тоже туристы приближаемся к ним сейчас узнаем откуда и куда они идут а здесь вот на расстоянии ну где-то метров 20 от моря такое озерцо видать волной забило сюда когда шторма были вода кристально чистые рыбки плавают какие-то какие-то рыбки но они здесь плену понятно интересно что тут за вода она такая не такая холодная как море ну море чуть прохладнее здесь она нагретая но вода просто кристально чистая идеальная класс наверное сейчас мы купнемся и в море и в озере в этом сейчас будем купаться это оказались туристы которых мы видели издалека но они уже собрались отошли уже поднимаются вверх там прохода нет возле моря какой-то завал из деревьев в общем они идут с лазурного здесь ночевали мы как раз подходили они собирались а мы ступнулись в море потом этом озере с кристально чистой водой классно вода такая прям аж светится такая чистая рыбки плавают там бычки еще какие-то непонятные там кефалии или как называют пока не разбираюсь в этом морской фауне вот здесь просто их тьма этих рыбок вот ну они конечно здесь не знаю чем они питаются тут не эти вот ползают как отшельники в раковинах вон только что ползал закрылся лег классно тут место такое бы озерцо возле дома было бы неплохо вода такая умеренно прохладно умеренно теплая чуть-чуть теплее чем море прогрелась класс мы сейчас чуть обсохнем и будем двигаться в сторону лазурного вон в ту сторону а свечение так еле-еле какой-то есть непонятно то ли свечение то ли туман какой-то интересно просто что-то такое сегодня тоже погода обалденная здесь песок такой твердый не такой как там где мы стояли на стоянке нога не проваливается то есть наступаешь ногой следа почти не видно здесь и палатку конечно удобно ставить просто шуракушки боися порезать но палатка как бы не дешевая не самых дешевых в общем наслаждаемся видами морскими а вот здесь такие маленькие озера мертвые тоже волной видать забило когда шторм был с моря метров 8 ширина перешеек такой песчаный и тут такие озерца встречаются часто не то чтоб часто именно в этом месте о сдалека видно туристы вон ту сторону пошли уже далеко отдалились километра на два от нас ну парень с девушкой только идут в обратную сторону вот такая темная вода затхлая потому что объем маленький биологическое равновесие здесь не установилось вот здесь мух и оводы лазят буду короче валить отсюда чтобы они до меня не приставали оводы такие противные вот гоняешь а он все равно лезет и лезет а вот это сияние которое вдалеке я не знаю видно его не видно такое белое я думаю это просто отражение от белого песка солнечных лучей видно вот сияние по моему на камеру вдалеке вот отражение просто от песка белого солнечного цвета поэтому поэтому такое белое такое зарево вроде бы вот и здесь такие вот заливы по намывала песка такие бугры там рыбы тоже в заливах много было здесь такое озеро затхлое туда вода видать не добивает вот и и вдаль туда какие заливы тянутся тянутся в общем интересные места а тут на берегу такой баллон обнаружили ресивер наверно с корабля какого-то выбросило и забило волной на берег мы прошли уже в районе 20 километров от маяка почти середина пути идем потихоньку море шумит а мы продолжаем движение здесь местами где такие крутые изгибы берега то есть как бы заливы сюда здесь скапливается много отмерших морских водорослей они гниют здесь прямо вода черная как болото ну мы по нем идем ничего страшного потому что по песку по сухому по рыхлому идти очень очень тяжело встаешь буквально сразу же сейчас мы пройдем этот участок и опять на чистый берег выйдем ноги с полотнем и все будет нормально вот такая жижа черная запах конечно небольшой есть ничего страшного тут банки какие-то валяют в общем много здесь вещей то железяки какие-то то пластики то коробки то ящики скользко иногда бывает ладно буду выключать вот вышли на такой широкий широкий пляж песчаный с той стороны со стороны Скадовска деревьев почти нет как раз мы вот эту бухточку гнилую прошли вот этот заливчик и вот здесь по идее показывает 21 километр то есть это середина острова примерно середина нашего пути это приблизительно километр туда километр сюда в общем грубо говоря мы дошли сюда по времени не знаю сколько вчера мы стартовали в десять в десять на ноль вроде бы стартовали вчера нет а сегодня мы в десять на ноль стартовали такая разница в общем где-то полдень сейчас как раз полтора дня шли не спеша шли соответственно вставали на ночевку отдых варили варили кушали купались останавливаемся когда захотим купаемся в общем не спеша зашли ну как бы это посчитать правильно если идти до четырех шесть плюс три ну за девять часов если чистой ходьбы чистой ходьбы где-то девять часов да так и есть километров через три по сути должен быть уже монах находиться там жительный домик это место сужения острова который в общем середина острова чуть-чуть дальше середины если смотреть от маяка там по карте видно идет сужение как раз на этом сужении где-то монахи живут возле него остановимся может поедим пообщаемся с ним если он на месте планируем здесь набрать воды там и изменимся дальше километров шесть отойдем и будем устраивать второй второй лагерь то есть второе место ночевки нашей решили отдохнуть тут море более менее чистое только что опять прошли такое скопление отмерших водорослей жижа такая черная вот тут выходим и вода кристально чистая ну не кристально она такая чистая прозрачная думаем надо отдохнуть сейчас наверное ступнемся пока отдыхали решил поплавать в море что-нибудь словить достал ласты маску трубку и поплыл туда море довольно таки прозрачное в этом месте но как только немножко выплыл на глубину море холодное резко почему-то стало там и и медуз прямо целая стена ну я решил проплыть через эту стену только начал плыть начали они меня жалить не знаю что именно в ноги за сзади ног задняя часть там вода ну мутновато не знаю дна не видно холодно медузы пожалели думаю ну я в баню приплыл обратно главное что мы ступнулись сейчас собираемся будем продвигаться до монаха где-то километра два может быть осталось не знаю сейчас будем смотреть сначала шли по песку старались а потом как-то уже привыкли иногда по ракушкам приходится идти сначала было боязно а потом нога немножко так расслабилась привыкла идем по песку по ракушкам главное чтоб не проваливался песок не проваливался под ногами потому что местами бывает хорошо проваливаться тяжеловато двигаться получается вот иногда попадаются такие места интересные видно как послойно слои ракушки слои песка намывало волнами прибоем вот такие интересные бревы иногда попадаются это при сильных штормах наверное а там вдалеке уже видно крест вот вот я не знаю камера не передаст наверное в центре крест вот здесь вот здесь ну ладно сейчас приблизимся я сниму уже с близка прошли мы уже примерно 25 километров от маяков если мерить ровной линии то сюда 24 километра вот так как берег неровный с изгибами понятно что где-то километр-полтора набрасывается дополнительно ну примерно так и выходит а тут вот обнаружили на берегу такой черепок или что это не пойму черепок какой-то рыбы непонятно где вверх где низ получается это низ интересно что это за тварь такая божья была вот вот интересно откуда тут оказался бампер от машины ну очень интересно каким образом он сюда попал вот 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 вот